Здравствуйте! В эфире телеканала АЛАУ Новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня в выпуске. Ситуацию с ценами и дефицитом дизельного топлива прокомментировали в Министерстве энергетики страны, как отмечают специалисты. Уже к декабрю ситуация улучшится. Татьяна Калюжная с подробностями. В третьей четвернике первоклассники Казахстана начнут изучать цифровую грамотность. На новую дисциплину выделили 17 часов. Преподаватели информатики уже прошли обучение и готовы приступить к работе. Подробнее расскажет Алия Дасмагомбетова. Современные детская и спортивная площадки, клуб робототехники, озеленение территории детсада. Все эти проекты воплотились в жизнь в селах района Биембета Майлина, благодаря сотрудничеству с крупным промышленным предприятием. В Казахстане проведут проверки крупных нефтебаз на предмет искусственного ограничения реализации дизельного топлива. Об этом заявили в Министерстве энергетики страны. Напомним, что начиная с конца лета в регионах резко подскочили цены на ГСМ. Не только на дистопливо, но и автогаз. При этом чиновники подчеркивают, что объемов, выпущенных с нефтеперерабатывающих заводов, было вполне достаточно. Дефицит создавался из-за вывоза топлива за рубеж. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Ситуацию с топливом комментируют в Минэнерго. В августе-сентябре зафиксировано аномально большое потребление дизельного топлива. Порядка 520 тысяч тонн в августе и такой же объем в сентябре. Хотя производство дизельного топлива в 2021 году является максимальным с 2015 года и составило уже 4,9 миллионов тонн. Вместе с тем, отмечая чиновники, на ситуации все же отразились внеплановые остановки от Ираусского нефтеперерабатывающего завода и низкие цены на внутреннем рынке Казахстана. Низкие цены на дизельное топливо привели к тому, что начиная с августа текущего года запасы данного вида ГСМ начали резко снижаться. Если на начало августа мы имели запасы порядка 250 тысяч тонн дизельного топлива, то к концу сентября запас дизельного топлива был на уровне 200 тысяч тонн. Импорт за летние месяцы к нам практически не заходил. Из-за разницы в ценах импорт составил всего 26 тысяч тонн дизельного топлива. При том, что по индикативному балансу мы можем порядка 500 тысяч тонн дизельного топлива импортировать с Российской Федерации. Осет Магаоов также сообщил, что для стабилизации ситуации с нехваткой дизтоплива в стране действует запрет на вывоз из Казахстана дизельного топлива автомобильным транспортом. Помимо этого перенесены сроки планового ремонта на Атраусском нефтеперерабатывающем заводе. Плюс в страну ожидается приход импортных поставок, а это еще 100 тысяч тонн. К декабрю цена на дизтопливо, как отмечает Минэнерго, снизится. Разбег начинается от 208 тенге до 330. Это так же, как когда бывают валютные колебания, там широкий диапазон бывает. По мере увеличения поставок импортных и стабилизации поставок на внутреннем рынке, мы ожидаем, что этот диапазон будет сужаться. По коридору крупных поставщиков мы видим, что минимальные цены на летнее дизельное топливо и межсезонное составляют 230 тенге на литр сейчас. От 230 тенге на литр на границе. По зимнему дизтопливу минимальные цены 260-270 тенге на литр. Также вице-министр добавил, что отрабатывается вопрос проведения проверок в отношении крупных нефтебаз на предмет искусственного ограничения реализации дизельного топлива. Помимо этого, для оперативного мониторинга имеющихся запасов дизтоплива Министерство энергетики подняло вопрос оснащения всех нефтебаз страны автоматическими уровнемерами. Это поможет отслеживать уровень остатков ГСМ в реальном времени. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. В Костанайской области увеличился список нарушителей домашнего карантина. Их уже 2292. Хотя еще 10 дней назад таких было на 213 человек меньше. Согласно сведениям программы АШЭХ, выявлено 1560 лиц с красным статусом и 732 с желтым. Это те люди, которые должны быть на домашнем карантине, но не соблюдали эти требования. Согласно официальным данным, на лиц с желтым статусом выдается постановление, а на лиц с красным статусом – протокол об административном правонарушении. Всего привлечены к административной ответственности 90 физических лиц. На них наложено штрафов на почти 4 миллиона 300 тысяч тенге. К другим темам. В Казахстане вводят новый предмет для первоклассников. Со второго полугодия в их расписании появится дисциплина «Цифровая грамотность». На новом уроке детей будут обучать информационной безопасности, а также начнут изучение основ робототехники. Как будет оцениваться предмет и кто будет его вести, расскажет Алия Досмагомбетова. Анастасия Юрченко – учитель информатики в школе-лицее номер 2. С третьей четверти начнет преподавать для первоклассников дисциплину «Цифровая грамотность». Она уже прошла обучающие семинары. Опыт работы с ребятами из младшего звена у нее уже есть. Она считает, что решение вести цифровую грамотность для первоклассников было правильным. Дети, начиная с дошкольного возраста, уже пользуются смартфонами. И если мы их будем учить в позитивном ключе, который будет приносить им пользу, то в пятых-шестых классах у нас уже не будет вообще проблем с обучением детей. Почему я об этом говорю? Вот когда информатика была с пятого класса, и мы приходили в пятый класс в кабинет, дети в пятом классе не могли работать с компьютером. Эти основы мы сейчас получаем в начальной школе. И получается, в пятый класс дети уже приходят подготовленными, и мы уже можем тратить время, тратить обучение на более какие-то серьезные вещи. Дисциплину информационно-коммуникационной технологии школьники начинают изучать только с третьего класса. Теперь работать за компьютерами будут и первоклассники. Цифровая грамотность будет преподаваться только во втором полугодии, один раз в неделю. Оцениваться предмет будет в конце полугодия зачетом. Ребята получат самые азы работы с компьютером, а также предмет предусматривает изучение робототехники. На первом родительском собрании, которое проходило в августе месяце, мы познакомили наших родителей, первоклассников, с основными задачами обучения по данному предмету. Это прежде всего развитие алгоритмического мышления в игровой деятельности, это формирование навыков программирования, знакомство с основами робототехники. Считаем, что данный предмет очень важен для изучения именно в начальных классах. Кроме того, в новом учебном году для учеников пятых-одиннадцатых классов пересмотрели учебные программы по предмету информатика. Теперь школьники будут изучать языки программирования, например, Python, который является одним из самых популярных. С пятого класса детей начнут обучать 3D-моделированию, а 10-е и 11-е классы на информатике будут изучать такие темы, как IT-стартап, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект и разработка мобильных приложений. В Костанайской области правительственные организации проведут опрос-мониторинг удовлетворенности людей с инвалидностью к качествам получаемых услуг. Помимо этого, в образовательных учреждениях проверят, насколько они доступны для детей с особыми образовательными потребностями. Всё это будет организовано в рамках декадника осведомлённости общества об инклюзивной культуре. Он проходит в регионе с 7 по 17 октября. Мои коллеги расскажут подробнее. Декадник осведомлённости об инклюзивном обществе проходит в Костанайской области с 7 по 17 октября. Цель акции – обсуждение самых актуальных проблем жизни людей с инвалидностью и готовности общества к тому, чтобы этим людям жилось комфортно. Первый такой декадник прошёл в регионе в прошлом году по инициативе кафедры психологии Костанайского регионального университета имени Байтурсынова. Тогда, в октябре 2020-го, в нём приняло участие больше 122 тысяч человек. В формате офлайн и онлайн пройдут различные информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на формирование у населения инклюзивной культуры и толерантного отношения к людям с инвалидностью. Исходя из того, что любые перемены в жизни начинаются с перемен в сознании людей, в их мировосприятии, в их отношении к информации, большая разъяснительная работа будет проведена во всех организациях образования. Обращаю внимание, начиная со старших групп детских садов и заканчивая университетами. В этом году «Дегадник» пройдёт и онлайн, и офлайн форматах. По словам организаторов, проводятся интерактивные дискуссии, уроки доброты, творческий конкурс «Научи свое сердце доброту», челлендж «Мой особенный друг», конкурс видеороликов, встречи с людьми с инвалидностью, которые реализовали себя в жизни. Как отметили в Управлении образования, сейчас перед ними поставлены задачи по расширению сети специальных организаций и созданию детям с особыми образовательными потребностями безбарьерной атмосферы в классе, школе, а также в домашнем обучении. Да, это действительно очень большая работа. И совершенно верно, что об этом должен знать каждый гражданин, потому что только так мы будем воспитывать толерантность в людях. У нас в советское время существовал ряд коррекционных интернетов, они сейчас существуют. Но есть дети, которые могут обучаться в обычных школах. Вот для этого в школах также внедряется инклюзивное образование. У нас более трехсот школ его реализует. Помимо этого, в эти дни неправительственные организации во всех районах и городах проведут мониторинг удовлетворенности людей с инвалидностью, качеством получаемых услуг. А в школах проанализируют доступность учреждений образования для детей с особыми образовательными потребностями. Организаторы «Декадника» надеются, что активное участие в вопросах примут и сами люди с инвалидностью, поскольку их мнение для подведения итогов особенно важно. Всего же, по официальным данным, в Кустанайской области проживают более 27 тысяч инвалидов, 3 тысячи из них – дети. С 1 октября у школьников в возрасте 10-11 лет появилась возможность пройти тестирование, которое поможет выявить их способности. Тестирование бесплатное, пройти его можно онлайн на специальном сайте. Пройдя тест, ребенок сможет также получить и профессиональную консультацию специалиста, который поможет определиться с выбором будущей профессии. Подробнее в следующем сюжете. Школьники в возрасте 10-11 лет могут пройти специальное тестирование, которое поможет выявить их способности. Цель проекта – создать национальную систему диагностики способностей и профориентации школьников, а также организовать сопровождение и поддержку одаренных детей для их интеллектуального и личностного потенциала. Тестирование бесплатное и доступно каждому школьнику, но прежде необходимо пройти регистрацию на сайте. Обращаем внимание, что в этом учебном году смогут зарегистрироваться и пройти тест на сайте только дети 10-11 лет. Необходимо также знать ИИН и иметь при себе действующий номер телефона, куда придет смс-сообщение с подтверждением регистрации на сайте. В нижнем углу сайта будет указан телефон колл-центра и чат консультанта, куда можно обратиться при возникновении затруднений. Пройдя тестирование, ребенок может получить профессиональную консультацию специалиста, который поможет определиться с выбором профессии. Диагностика способностей предполагает использование лучших мировых практик, основанных на ключевых компетенциях 21 века. Это 4К – креативность, критическое мышление, коллаборация и коммуникативность. По итогам тестирования участник получит анализ результатов способностей по ключевым компетенциям. Это измерение критического мышления, креативности, коммуникации, коллаборации. Далее участник по желанию может записаться на профессиональную консультацию специалиста, который поможет корректно разобрать результаты тестирования, дать рекомендации по дальнейшему развитию своих способностей. Пройти тестирование школьники могут только один раз в год. После результаты будут храниться в личном кабинете. В этом году первый этап предусмотрен для 10 и 11 лет, а на следующих этапах будут охвачены дети подросткового возраста. Успан Какимжанов, Илья Дасмагомбетова, РТН. О гибели пешехода сообщили полицейские. Наезд был совершен в Ауле-Икульском районе. Как сообщили в полицейском департаменте региона, 52-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2114, совершил наезд на 83-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги на нерегулированном пешеходном переходе. Пострадавший скончался на следующий день в районной больнице. Однако, по данным полиции, жизнь его удалось бы спасти, если бы не преклонный возраст мужчины. Но по данному факту, все равно начато досудебное расследование. С начала года в регионе зарегистрировано 268 ДТП, в которых 67 человек погибло и 318 получили ранения. С выше 3000 нарушений выявлено за две недели проведение операции «Безопасная дорога» в Кустанайской области. Задержаны 77 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 11 октября в городе Рудный 17-летний водитель по улице Сан-Регайло управлял автомобилем «Фольксваген» в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлена протокол по статье 608 и будет также подготовлен и направлен в суд. Ищу и прав. Накажутый отца несовершеннолетнего нарушителя, которому принадлежала машина, и который, по мнению полиции, допустил управление автомобилем лицом, не имеющим на это прав. За период безопасной дороги положительно у нас идет. ДТП с летальными сходами не зарегистрировано. Есть ДТП с пострадавшими. За неделю у нас было около 7 ДТП. Водитель 88-го года рождения, управляя Рено, по улице Бородина двигался в направлении КСК на пресечении улицы Победы, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ под управлением водителя 89-го года рождения. В результате ДТП один человек пострадал. Вместо оплаты за услуги такси пассажир нанес телесные повреждения водителю, после чего скрылся служебная собака по кличке Граф, помогла задержать преступника. Около часа ночи в Куснайский северный отдел полиции поступило сообщение о совершении преступления на улице Орджоникидзе. В салоне автомашины Toyota Avensis между водителем такси и 31-летним пассажиром произошла ссора, в результате которой мужчина не усвоил телесные повреждения, в том числе ножевое ранение, а затем скрылся в неизвестном направлении. 47-летний потерпевший смог самостоятельно сообщить об этом в полицию. На место происшествия прибыли сражи порядка, а также инспектор кинолог Руслан Кринлапов с собакой по кличке Граф. Выехав на место преступления, я уточнил у заявителя, что где было, точное местонахождение. Далее использовал собаку, применил собаку на последу с места, где была кровь. Собака, пройдя около 30 метров, в темноте увидела силуэт и начала облавивать этот силуэт. Как выяснилось, в темноте прятался именно подозреваемый. Мужчина попытался скрыться от полицейского. Побежав в сторону улицы Баймагометова, пересечения, на расстоянии где-то 300 метров, Граф надогнали его и задержали. Далее позвонили в дежурную часть, откуда прибыли автопатрули, патрульная служба, и задержали его. Далее доставили в отдел полиции. После чего инспектор-кинолог вернулся на место происшествия и еще раз применил собаку на обыск местности. В итоге в радиусе 300 метров было найдено портмоне с документами на имя задержанного. Сам потерпевший был доставлен в городскую больницу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республик Казахстан причинение средней тяжести вреда здоровью. По результатам медицинского освидетельствования у подозреваемого было установлено средняя степень алкогольного опьянения. Граф, друзья, друзья, как настоящий герой не любит сниматься. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело. Номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале АЛЛАУ Ютуб и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. Продолжаем выпуск. Возможность сдержать цены и предоставить продукты питания первой необходимости по ценам ниже рыночных. В нескольких магазинах села Денисовка есть так называемые полки стабфонда. По доступным ценам на них представлены крупы, макаронные изделия, овощи и подсолнечное масло. Предприниматели района давно сотрудничают с СПК «Табол» и товары из стабфонда по сниженным ценам доставляются в магазины каждую неделю. Уже не впервые пенсионерка Людмила Малюгина закупается социально значимой продукцией по более низким ценам. Например, макаронные изделия, рыночная цена которых 315 тенге за килограмм, здесь стоят всего 187. А за килограмм риса нужно отдать всего 230 тенге. «Очень хорошо, что в магазине появилась такая полочка. Дешевые макароны, гречка, рис. Пользуемся часто. Выгодно. По сравнению с ценами в других магазинах, здесь в Шалпане стабфонд полка очень помогает». Сотрудничество с СПК «Табол» предприниматель Дасмухамедов начал практически со дня основания стабилизационного фонда в области. И только за этот год им было подано 9 заявок на общую сумму около 3 миллионов тенге и приобретено 8 тонн различной продукции. «Мы, как говорится, по необходимости делаем заявки в наш отдел предпринимательства. Они дальше дают заявки на СПК «Табол». И мы, согласно очередности, ну почти еженедельно можно сказать, мы привозим товар с Кустаная для населения. «У нас заключаются прямые договора поставки от товаропроизводителя к розничному реализатору, чтобы была минимальная накрутка на товары. У нас активно предприниматели также работают по стабилизационному фонду, подают заявки. С начала года уже более 20 заявок подано». А это без малого 15 тонн продукции на общую сумму 5 миллионов 857 тысяч тенге. Кроме этого, предпринимателями села совместно с администрацией Денисовского района оформлены специальные социальные полки, где жители также могут найти продукты по низкой цене. «Морковь – 85, картофель – 155, 183 цена у нас. Но социальная цена у нас была предложена 183, не дороже. Но у нас есть и дешевле картофель. Мы можем даже предложить покупателю и подешевле – 155. Картошка хорошая, конечно, по качеству ничем она не хуже 183, немножечко мельче». Представлены социально значимые товары по доступным ценам и в торговой сети «Меркурий». По словам менеджера супермаркета, продукцию приобретают не только жители села Денисовка, но и близлежащих населенных пунктов. «С социальным товаром мы уже давно работаем, уже с прошлого года. Мы всегда следим за ценами, за качеством товара. Ну и каждому покупателю мы подходим персонально, поэтому у нас и находится социальный товар. Это первая необходимость – это картофель, лук, морковь, это также молоко, хлеб». Также в районе регулярно проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Это позволяет жителям приобретать продукцию по приемлемым ценам. Наталья Луговская, присодействитель компании «Акцент». Акционерное общество «Варваринское» уже на протяжении многих лет поддерживает инициативы, касающиеся развития района Биембета-Майлина. В этом году впервые предприятием был организован конкурс социальных проектов, где все желающие могли представить свои идеи для улучшения жизни населения. По итогам конкурса 4 миллиона тенге призового фонда были распределены между тремя победителями. Надо отметить, что финансирование данных проектов произведено сверхтрадиционного меморандума о социальном партнерстве между Акиматом района и акционерным обществом «Варваринское». Инициатива создания детской площадки «Жаркын-Булашак» на базе Новоильиновской общеобразовательной школы была высоко оценена судейской коллегией конкурса социальных проектов акционерного общества «Варваринское» и удостоена первого места. Сумма финансирования на реализацию этой идеи составила 2 миллиона 400 тысяч тенге. На днях состоялось торжественное открытие объекта. В нашей школе в мини-центрах КПП обучается около 180 детей. В городах, если в каждом дворе имеется детская площадка, то на селе немножко с этим проблема. Площадка очень интересная, мне она очень нравится. Я больше всего люблю время проводить на горки, потому что там можно скатываться, и там очень весело. За робототехникой будущее. Обладателем второго места и еще одним проектом, воплотившимся в жизнь, стал робо-клуб Николаевской основной школы. Учащиеся здесь показывают хорошие результаты, занимая призовые места на конкурсах в данной сфере. Охват детей сейчас 25 человек, посещающих это занятие. Закупили на три набора LEGO Education Spike Prime на сумму 633 тысячи и три вспомогательных набора LEGO. Замысел проекта с говорящим названием «ЗОЖ – это просто», получившим почетное третье место, состоял в установке круглогодичной спортивной площадки на территории Красносельской общеобразовательной школы, оборудованной уличными тренажерами. Пять тренажеров – это у нас лежак, гребля, жим от груди, маятник и штурвал с велосипедом. Конкурс проводился в различных номинациях, и я выбрал номинацию о спорте, потому что в нашем селе как бы нет специализированных площадок. Для возведения спортивной площадки было выделено 922 тысячи тенге. Помимо трех победителей конкурса социальных проектов «Варваринская», участниками было представлено еще порядка десяти заявок. Было приятно, что такой отклик этот проект нашел среди жителей нашего района, потому что были действительно нужные, важные, социально значимые проекты предложены. Еще один проект – озеленение территории детского сада «Балдаурен» в поселке Табул. К сожалению, этот проект не вошел в число призеров, но администрация нашего предприятия вышла с инициативой. В рамках природоохранных мероприятий «Варваринская» мы выделяем саженцы. Озеленение прилегающей территории – один из важных этапов благоустройства детсада «Балдаурен». Поэтому все неравнодушные жители поселка Табул собрались для высадки молодых деревьев. 200 пирамидальных тополей сегодня мы высаживаем и 200 кустов барбариса для выполнения живой изгороди. Она будет защищать с наружной стороны наше ограждение, которое мы выполнили и в прошлом году завершили. И полностью создавать нам зеленый зон для наших детей. Все проекты победителей продолжат функционировать и после завершения финансирования. Ведь каждый из них имеет большой потенциал и долгосрочную перспективу развития. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok